Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И мы читаем о молитве Анны. Надо сказать, что в Библии есть несколько удивительных молитв, которые заслуживают отдельного сборника толкований на эти молитвы. И одна из таких библейских молитв — это молитва Анны, которая была матерью Божьего пророка Самуила. И мы читаем. «И молилась Анна и говорила, Возрадовалось сердце мое в Господе, Вознесся рог мой в Боге моем, Широко разверзлись уста мои на врагов моих, Ибо я радуюсь о спасении Твоем». Вот такими словами она начинает свою молитву. И святитель Иоанн Златоуст в слове, который так и называется, об Анне, он пишет, что означает «рог мой». Писание обычно использует эти слова, выражения «вознесся рог его» и «вознесся рог помазанника его». Что же означает «рог»? Это образ заимствован в переносном смысле от бессловесных животных и означает силу, славу и знаменитость. Ибо им вместо славы и оружия Бог даровал этим бессловесным только рога. И если они потеряют их, то потеряют большую часть своей силы. Как безоружным воинам, так и безрогим валом можно легко овладеть. Таким образом, жена Анна сказала этим ничто иное, как возвысилась слава моя. Как же возвысилась в Боге моем, говорит, потому и безопасно это возвышение, что оно имеет твердое и непоколебимое основание. А людская слава так же ничтожна, как и сами прославляющие, потому она и легко изменяется. А слава Божия не такова, она всегда пребывает непоколебимой. Итак, Анна молится и восклицает. «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем». То есть Бог дал мне необходимые силы. «Широко разберзлись уста мои, на врагов моих». То есть теперь я могу ответить тем, которые до этого злословили и поносили меня, ибо я радуюсь о спасении Твоем. То есть Господь спас ее от поношения бесчатства, и теперь никто не будет сомневаться в ее благочестии, потому что в противном случае ее продолжали бы подозревать в каких-то тайных грехах, этим пытаясь объяснить, почему Бог ей не дал ребенка. А сейчас у нее есть ребенок. Она восклицает далее. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Действительно, един Господь свят, Господь Саваоф, и нет другого Бога, кроме нашего Бога, Бога христианского, Бога патриархов Авраама, Исаака и Иакова, а Бога пророков и Бога апостолов. Смотрите, что пишет Ориген, объясняя вот эти слова, «Ибо нет другого, кроме Тебя». «Будьте святы, потому что я свят». Он цитирует слова из 1 Петра 1,16. «Но насколько бы кто не преуспел в святости, сколько бы чистоты и непорочности он не стяжал, человек не может быть свят так, как Господь. Потому что один Господь – податель святости, а другой – восприемник, то есть человек. Один Господь – источник святости, а другой человек пьет из святого источника. Один Господь – свет святости, а другой человек – созерцатель святого света. И поэтому нет святого, как Господь, и нет никого, кроме Тебя». И далее Ориген рассуждает, что означают слова «нет иного, кроме Тебя». Я не совсем понимаю. Если бы было сказано «нет Бога, кроме Тебя», или «нет Творца, кроме Тебя», или добавлено что-то подобное, то, по-видимому, не было бы предмета для разыскания. Но теперь сказано «нет иного, кроме Тебя». Действительно, Господь неповторим в своих действиях. Господь – есть смысл существования этого мира. Он – первопричина, начало существования этого мира. Бог, без сомнения, самодостаточен. И иногда у верующих возникает вопрос, а зачем он вообще сотворил мир? Отвечая на этот вопрос, отцы пишут, что от избытка божественной любви он творит мир, чтобы этой любовью и благостью поделиться с тварными существами. Поэтому, когда Анна восклицает «нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Действительно, источник святости – это только Бог, как мы прочитали у древнехристианских экзегетов. Как луна, как я часто объясняю, она не является источником света, она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Далее Анна молится. «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог, ведение и дела у Него взвешены». Ну, здесь немножко непонятно вот это словосочетание «Господь есть Бог». Разве и так непонятно, что Господь есть Бог? Вот здесь важно вспомнить, что имя «Господь» на языке оригинала – это четырехбуквенное имя, которое означает меру божественного милосердия. А Божье имя «Бог» на языке оригинала означает меру божественного правосудия. Поэтому, когда в Библии говорится «Господь есть Бог», это можно понять так. «Милосердный есть и судья». Милосердный есть и судья. Ведь выше мы прочитали. «Не умножайте речей надменных». Над Анной смеялись, что у нее нет детей. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ее поносили за бесчастство. Но милосердный – он же и судья. «И дела у него взвешены», – молится Анна. Он взвесил все и вступился за Анну, послав ей возможность родить ребенка. Анна молится дальше. «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою». «Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает семь раз, а многочатная изнемогает». Древние экзегеты так и понимали, что она, кроме Самуила, родила еще шестерых сыновей, которые стали утешением для нее и для ее мужа Элканы. Далее она произносит слова «Господь умершвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». Здесь совершенно очевидно, она говорит в каком-то неземном пророческом озарении о неких тайнах, свидетельствуя и о схождении Христа в ад, когда, сойдя туда, он вывел оттуда находящиеся души. Тартулиан в трактате, который называется «О воскресении мертвых», пишет, «Понятно, что оживление возможно после умершвления, а поскольку умершвляет он Господь через смерть, то оживит через воскресение. Далее умершвляется смертью плоть, значит, оживит он Господь через воскресение тоже плоть». Действительно, если умершвление – это лишение жизни плоти, то в противоположное, то есть оживление предполагает возвращение жизни плоти с необходимостью восстанет плоть, которой через оживление восстанавливается душа, отделенная от нее умершвлением. Действительно, наш Господь есть тот, который может отнять жизнь и вернуть жизнь. Но почему Анна молится именно такими словами? Господь умершвляет и оживляет, низводит преисподнюю и возводит. Она как бы говорит, «Когда я была бесплодная, я была как мертвая». И действительно, в еврейском народе того времени считалось, что три категории людей могут считаться мертвецами. Это прокаженный, потому что он заживо гниет и разлагается. Это нищий, потому что не может заниматься благотворительностью, то есть жертвовать от того, что имеет. И это не имеющий детей. Он считался мертвым, потому что его жизнь как бы не имела продолжения. А в христианских писаниях Нового Завета прямо сказано, что жена спасается через чадо родия. Анна восклицает, «Господь умершвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит». Но эти слова, как я уже сказал, они наполнены и пророческим смыслом, следовательно, они относятся не только к Анне и тому состоянию, в котором она находилась, как в некой преисподней, когда все ее презирали, а потом Господь помог ей выйти из этого состояния. Но это и косвенное указание на сошествие Христова. «Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами. И престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и он утвердил на них вселенную». Что может означать «у Господа основание земли, и он утвердил на них вселенную»? Это означает, что те законы, которые Господь провозглашает, они являются одинаковыми для всей вселенной, для всей человеческой кумены. И если Господь произносил законы на Синае, потом на горе Блаженств, все это имеет огромное значение, ибо у Господа основание земли, и он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих он блюдет, то есть он оберегает существование святых в этом мире, блюдет их стопы, то есть каждый шаг, который они делают, а беззаконные во тьме исчезают. Ибо не силой крепок человек. Действительно, не в силе Бог, а в правде. Если бы человек был бы силен только физической, такой механической силой, то это было бы ужасно жить в таком мире, где тот, кто сильнее, он превозносится над всеми остальными. Но это не так. Сила Божия иногда и в немощи совершается. Анна продолжает молиться. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Рог помазанника – это Христос, потому что слово помазанник означает Христос, и оно так понимается, это слово. И в то же время это пророчество о Давиде, который зайдет на престол, а его помажет на престол именно сын Анны, тот самый отрок, которого она посвятила на служение в Селоме, когда привела к священнику Илья, чтобы этот отрок там остался и жил при этом в храме, возрастая в благодати и духовной силе. И далее мы читаем, «И пошел Элкана в раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илье священнике». Ну, надо понять, что не один Элкана пошел назад в раму, и Анна, и Финана, и дети, и сыновья, и дочери, все семейство ушло, а мальчика отрока оставили служить в Селоме. Но здесь сказано, что отрок остался служить Господу. То есть, с одной стороны, они его отдали на это служение, а с другой стороны, он сам остался. А отрок остался служить Господу при Илье священнике, как говорится, невольник, не богомольник, если бы они заставляли его остаться, а он не хотел бы, то это была бы не совсем та жертва, которая от них требовалась в посвящении своего сына на служение храма Селома. И далее говорится следующее. «Сыновья же Илье, то есть сыновья пересвященника, были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении народа. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или в сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник». То есть несмотря на то, что сам Илья это был человек очень благочестивый, как мы убедились, прозорливый, не без пророческого духа и пророческого озарения, а его сыновья были непутевые, священники и непутевые чадо такого благочестивого отца. И они вели себя неправильно. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. То есть они нарушали порядок приготовления жертвенной пищи и брали себе то, что им казалось вкусным, и бегали с вилками по храму эти два сына Ильи, и самые такие куски, которые им приглянулись, они забирали все это себе. И далее объясняется, «Даже прежде, нежели сжигали туг, приходил отрых священнический и говорил приносившему жертву, дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде туг, то есть как по закону Моисееву, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, «Нет, теперь же дай, а если нет, то силы возьму». То есть они употребляли даже насилие по отношению к тем, которые им пытались сопротивляться. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. Не случайно здесь подчеркивается, что они были молоды, то есть неопытны. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений к Господу. То есть своим таким недостойным поведением эти священники отвращали народ Божий от храма, от святого места, от тех жертвоприношений, которые в праздничные дни люди должны были совершать перед Богом. И в противоположность им отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной эфот. Льняной эфот – это самая простая одежда для совершения служений. В верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Ильи Элкану и жену его, и сказал, «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу, и пошли они вместо свое, и посетил Господь Анну, и зачела она, и родила еще трех сыновей, двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа». Число сыновей потом могло умножиться до семи, потому что в ее пророческой молитве на этом мы видим некое указание. Теперь мы рассмотрим вопрос, связанный с текстом, «Сыновья же Илья были люди негодные». Истолкование Блаженного Августина. Он пишет, «Самуил терпел негодных сыновей Илья, его нечестивых сыновей, которых народ не хотел терпеть, и которые были обличены истиной в Господе, то есть обличены, то есть разоблачены и укрощены гневом Божьим, терпел он и сам народ, возгордившийся и отвратившийся от Господа, да прочтут те, кто стремится и могут написать нам небесным языком, и да узнают они, что все святые вынуждены были проявлять немалое долготерпение среди народа своего к некоторым считающимся слугами и друзьями Господа». Блаженный Августин здесь касается той ситуации, что у Илья и дети были тяжелые, сложные, и народ в то время был тяжелый и сложный, и этот священник Илья как бы был заперт между этими проблемами и чуть ли не находил для них никакого решения. И возникает вопрос, а как вообще реагировать на негодных священнослужителей? Давайте посмотрим, что по этому вопросу говорят святые отцы. Блаженный Августин. «Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучения, если содержат истину, полезны для других, его священнодействие имеет всю силу для верующего, за себя он сам даст ответ Богу, но для паства он есть истинный пастырь». И также Ефрем Сирин пишет, «Если и не знаешь о каком Иерее, достоин ли он сана или не достоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так подобно сему и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший его был не достоин». И в самом Евангелии, в Евангелии от Матвея, 23 глава, 2-3 стих, мы находим такие слова Христа, «И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». Конечно, это была проблема для пересвященника, который отвечал за святилище в Селоме, то, что его дети были такие непочтительные в своих отношениях с прихожанами. И мы читаем далее, 22 стих и ниже, «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинью собрания». То есть они не просто с вилками там носились по храму и лучшие куски мяса беззаконно забирали себе, они еще совершали акты блуда прямо у входа в скинью собрания с теми женщинами, которые во множестве собирались там во время трех праздничных дней в году. По закону Моисеева было установлено, что вот в праздник Шевуот, в праздник Пасхи и Кущи три раза в году люди должны обязательно являться в храм. И, конечно, он должен был как-то реагировать. И мы читаем, что он сказал им, «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень». Действительно, если грех совершает мирской человек, это, конечно, очень опасная ситуация. Но если грех совершает духовное лицо, это дважды опасная ситуация. И святитель Иоанн Златоуст, толкуя слова из Нового Завета, «Рук поспешно не возлагайте», то есть не рукополагайте в священники всех подряд, объясняет, «Рукоположение нечестивого усиливает грех». И или умоляет своих сыновей, «Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень». Как в послании апостола Павла о некоторых верующих, это послание к римлянам, сказано, «Ради вас хулиться имя Божие среди язычников», то есть среди неверующих. И далее он произносит очень такие серьезные слова, «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Действительно, если человек согрешит против человека, ну, можно там возмести ущерб, можно там примирить этих людей, что-то сделать, можно помолиться. А если грех действительно направлен против святого места, как богохульство, как акт небрежения о божественном, то что тут можно исправить такой ситуацией? Вот помните, когда был акт богохульства в храме Христа Спасителя, какие-то девицы там пресали, и вот как раз к ним применимы эти слова. «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Потому что мы не знаем, как Бог отнесется к этой ситуации. Мы можем там от своего имени простить, если против нас, а если против Бога. И далее говорится, «Но они не слушали голоса Отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти». Почему так сказано? Имеется в виду, что они делали неправильный выбор длительное время, повторяя одни и те же грехи, и через какое-то время, когда дух раскаяния совершенно их не коснулся, Господь как бы вынес небесный приговор им и действительно как бы усилил их это упрямство, и не слушали они голоса Отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти, как сказано, «Нечестивый, да, творит нечестие». То есть, когда мера беззакония достигает некого предела, тогда Господь приводит приговор в действие, которое он мог наметить значительно раньше. «И в противоположность им, отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Значит, имеется в виду не просто физиологический возраст, но и духовно возрастал. Духовный возраст, как апостол Павел пишет, вам уже надо быть совершенными, а вы как младенцы. Некоторые совершенно духовно не растут. И, конечно, вот эта беда, связанная с этими сыновьями, или это проблема. Древнехристианский экзегет Пациан Барселонский в одном из своих посланий пишет, «Или священник говорит, если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Подобно пишет и Иоанн, если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молятся, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом, не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Это цитата из первого послания Иоанна, пятая глава, шестнадцатый стих. И далее Бациан Барселонский пишет, «Ты видишь, что все это относится к грехам существующим, не тем, которые когда-то совершены и привели к покаянию, прежде чем кто-то о совершившем такой грех начал молиться. Нет нужды далеко ходить за примерами. Думай о всех грехах, за которые Господь грозит наказанием, и тогда ты увидишь, что все они существуют теперь». Имеется в виду, что человек, согрешив, не оставляет этот порочный образ жизни, а продолжает его. Так пожилые люди, например, вспоминают, что в молодости они часто предавались разным усладам запрещенным. С годами это как бы прошло, а вот фантазии на эту тему, воспоминания об этих событиях греховные, они продолжают существовать. И далее мы читаем, «И пришел человек Божий к Илью и сказал ему, «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, имеется в виду его отец Аарон, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фемиам, чтобы носил эфот предо мною? Не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего?» И далее выносится приговор, «Посему так говорит Господь Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будет ходить пред лицом моим вовек, но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». То есть, если дому Аронову было сказано, что они будут существовать вовек, то здесь оговаривается, при каком условии. Если они будут прославлять Бога, если нет, бесславить, то посрамление переживут. Как произошло, когда Господь отверг Ветхозаветное священство, заменив его новозаветным. В чем же тогда заключается приговор этого наказания? «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни». Не будет старца, здесь двойственный смысл, не будет старца в смысле духовного лица, который увенчан годами, мудростью, не будет старца, будут умирать молодыми. То есть эти священники не доживут до старости, старости доброй. «Я отрешу у тебя всех от жертвенника моего». А вот это происходит, когда завица в храме разорвалась надвое, когда Христос умирает на кресте. «Чтобы помнить, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». «И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финеса, оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного». Здесь опять пророчество косвенно о замене одного священства другим, то есть ветхозаветного христианским, более верным. «И поставлю себе священника, ну, прежде всего, Христа, первосвященника во веки и новое священство, и поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделают твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Это и пророчество о Самуиле, который будет ходить пред помазанником, то есть пред Давидом, который называется помазанником, «И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет, причисли меня к какой-либо левицкой должности, чтобы иметь пропитание». То есть они не только будут рано умирать, они к тому же будут бедствовать, потому что, когда они имели достаток и могли совершать служение, благостным образом они это не делали, а Господь поругаем, как известно, не бывает. И действительно наступит сражение, во время которого два сына Илия будут умиршлены. Субтитры создавал DimaTorzok